И мы с вами сейчас будем черенковать, и каждый из вас свои укурененные черенки везет с собой домой. Как правильно черенковать петунью и помидоры, а также создавать разные цветочные композиции. Об этом ребята из школы «Надежда» для учащихся с ограниченными возможностями здоровья узнали на мастер-классе в рамках проекта главы муниципалитета Андрея Иванова «Зеленая школа». Я пригласила сегодня детей из школы «Надежда» в свою большую теплицу. Здесь комфортное такое большое помещение, можно много что посмотреть. Семиклассники и восьмиклассники приехали к фермеру в село Покровское, чтобы ознакомиться с разными видами садоводческих работ. В этом им помогла хозяйка теплицы Любовь Погонщикова. Цветоводство для нее стало делом всей жизни, и она с удовольствием делится тонкостями производства с участниками мастер-класса. И самое главное, что это можно начать и работать даже любым детям на своих небольших приусадебных участках, потому что я же тоже начинала с маленьких объемов, с маленьких теплиц, и это уже стало таким основным занятием, моим занятием, занятием моего мужа, занятием уже некоторых моих детей. Подобные мероприятия помогают школьникам узнать о разных профессиях, таких как мастер садового хозяйства, флорист или ландшафтный дизайнер, а также определиться с будущей профессиональной деятельностью. Я надеюсь, что в дальнейшем они обязательно найдут свое место в жизни, и я очень надеюсь и рассчитываю, что вот таких поездок будет больше, и я смогу как можно больше дать детям информации о том, чтобы они нашли свое место в жизни. Проект «Зеленая школа» успешно реализуется в Надежде с февраля этого года. В учебном учреждении оборудован стенд, где собраны различные растения. Кроме того, настроено необходимое освещение и налажена система капельного полива. Уже в этом году ученики двух выпускных классов будут защищать свои работы по теме выращивания вертикальных фитосадов. Екатерина Крамор, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». Субтитры создавал DimaTorzok